Размещение рекламы по-сочински должно уйти в прошлое. Сегодня Сочи, которая ежегодно принимает десятки мероприятий мирового значения, должен равняться на Москву и Казань, где от подобных пережитков в виде текстильных растяжек на балконах уже давно избавились. Тем более, что по итогам проведения 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов город Сочи получил очень высокую оценку руководства страны. И теперь наш курорт ставит другим в пример. Получил высокую оценку от главы правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, который поручил подготовить и провести в городе Сочи всероссийский семинар для руководителей глав субъектов России, для того, чтобы показать, как надо приводить город к единому архитектурному облику и каким он должен быть чистым. И очистят Сочи в первую очередь от вездесущей навязчивой рекламы. Наказывать будут всех заказчиков-носителей, производителей полотен и даже рабочих, монтирующих такую рекламу. Будут оштрафованные владельцы квартир, на балконах которых красуются такие растяжки. Незаконно вывешенные полотна будут демонтированы с привлечением промышленных альпинистов, а сумма выплаченная им за услуги будет взыскано через суд собственника квартиры. Это не считая внушительного штрафа. Если мы ведем речь о незаконной рекламе, либо ее размещении с нарушениями, то это уже статья 1437 КОАП РФ. И штрафные санкции там предусмотрены для юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Если мы говорим о нарушении правил благоустройства города, то у нас есть отдельный состав в Краевом кодексе. Мы находим тех лиц, которые занимаются самовольным размещением на фасадах этих вывесок и привлекаем их к административной ответственности. Отработан алгоритм общения с нарушителями, размещающими незаконную рекламу. Сначала им выдается уведомление на устранение нарушения. Мера эта предупредительная. Но следующим шагом станет демонтаж конструкции и, соответственно, административная ответственность. К этому процессу уже могут быть подключены сотрудники полиции при необходимости прокуратуры. Разъяснили участникам встречи в мэрии, что входит в понятие законного размещения рекламы. Но перед этим настоятельно рекомендовали уяснить простую истину прописную, как говорится, черным по белому. Нельзя вешать на зданиях строительных сооружениях. Это запрещено. Запрещено нашими правилами. Запрещено и законом рекламы. 38 закон, статья 19. Пожалуйста, изучите. Там всего 6 листов. Их легко прочитать. У вас у всех есть юристы. Там есть абсолютно все, что касается рекламных конструкций. В городе достаточно стационарных рекламных конструкций. Они прошли конкурсную процедуру, установленную на законных основаниях. Для тех предпринимателей, которые считают размещение на них своей рекламы дорогостоящим удовольствием, руководство департамента архитектуры и дизайна городской среды вновь напоминают штрафы намного выше. В следующем году грядет изменение закона о рекламе. Около 30% конструкций будут демонтированы. Объяснение простой рекламы стало настолько много, что в ней растворились архитектурные очертания курорта. Где и какие рекламные носители останутся, будет ясно по итогам конкурса в конце мая-начале июня следующего года. Ну а пока представителям сферы недвижимости по вопросам законного размещения рекламы рекомендовано обращаться в администрацию города. А уже в ближайшее время на территории Сочи начнет работу комиссия по выявлению нарушений размещения наружной рекламы. Кроме этого, начнется операция «Автодозвон» по тем номерам телефонов, которые указаны на самовольно вывешенных полотнах. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.